Всем здорова! Вы на канале Пашка 500. И вот с таких кадров начинается новая серия. Что будет в этой серии? В этой серии мы едем в этот же город, да? Новокубанский или нет? Ну короче, рядом с Армавиром есть такой, может быть, город, может быть, это какое-то там поселение, не знаю. Новокубанка называют, но Новокубанский скорее всего город. Короче, там мне подписчик предложил сразу три машины посмотреть. Вот. Почему он мне их предложил? Потому что я уже пару недель ищу Жигу. И не могу найти цены, просто какие-то конские. Я не знаю, что люди, я не знаю, чем они питаются, что они употребляют. Что за 100 Жиги просят 400, 500, 600. И это не сохран, это не капсула времени. Это Жиги крашеные, битые семью владельцами. Ну короче, как ни странно, для моего канала мне нужна стоковая 8-клапанная Жига, нормальная по кузову, чтобы никаких там вложений таких сильных не требовало. Но найти такую я не смог, поэтому мне подписчик предложил сразу несколько вариантов. Там будет три Жиги, две синие, одна серебристая. Вот все разного ценового диапазона. Вот сейчас доедем и будем смотреть. Думаю, может какую-то одну я из них и выберу. Не знаю. Короче, выдвигаемся потихонечку. Уже в пути. Едем. Как доедем, включусь, покажу, если получится что-то подснять. Ветер ужасный на улице, но вроде как микрофон с петличкой. Ветер нормально снимает. В общем-то, едем там уже по факту. Если получится подснять, подсниму. Если не получится, что-то куплю, то уже мнением с вами поделюсь. Давайте. Не переключайтесь. Дороги, дороги Если бы вы знали, как в моем сердце пьется домой. Утром ветер без печи, лишь в моем сердце огненный зной. Эта минута целая вечность, как бесконечность до встречи с тобой. Дороги, дороги Если бы вы знали, как в моем сердце пьется домой. Дороги, дороги Если бы вы знали, как в моем сердце пьется домой. Все, ребят, пушка у меня. Двигаюсь уже на ней. Аппарат, конечно. Блин, ветер, наверное, задувает сейчас в секунду. О, вот так закрою. Да, стеклоподъемники работают. Спидометр, правда, покинул чат. Ну, так неплохо она тащит прям для восьми клопа. Прям, прям неплохо. Конечно, я не вижу, сколько я еду сейчас в секунду. Тут просто с коробкой такая тема. Чуть-чуть туговато переключает. Ну, а так, что, аппарат прям неплохая. Пойдет. По технике мне нравится. Прям живая-живая. По технике прям все четко. Да, есть, конечно, моменты чуть-чуть по кузову такие себе. А так, по технике она прям бодрая. Ну, сейчас включусь, найду локацию, где можно подснять. И расскажу вообще, что к чему, зачем мы ее купили, что и как. Плановая, плановая моя девочка родная. Добрая и ласковая. Добрая и ласковая. Плановая, плановая моя девочка родная. Добрая и ласковая. На карте города, обозначив место встречи, назначив время этой встречи, на воскресный вечер колола печень. От старой раны дым в груди, афганской марихуаны впереди. Двадцать четыре часа, еще тогда голубыми на небе казались облака. Светило солнце, и лишь тени барханов в мираже на песке переливались плавно. От усталости закрываются глаза, сердца нет, лишь опрос пеку от уза. Любви лишен, причин этому миллион. Король не вечен, но остается королем. Собран мыслями, душой силен. Короче, прошло пару дней с момента покупки вот этого данного автомобиля. Как видите, можете вокруг наблюдать такой, короче, жесткий ветер, который мешает мне записывать. Поэтому решил вот так вот с микрофоном выйти. Если чуть-чуть там звук будет где-то громче, где-то тише, не обессудьте. Суть вы поймете. В общем, давайте теперь расскажу, что вообще, зачем, почему все спокойно, четко, ясно, внятно и понятно. Купил я эту жигу под проект. Я хочу сделать как? Вот, к примеру, вот ты, да, кто смотришь. Ты же не можешь пойти сейчас в данный момент купить себе жигу, да, к примеру, вот такую даже. Может, ты можешь, но поставить в нее шестнарь, я думаю, не каждый может себе позволить. Я там не говорю, что все какие-то там бичуганы, бедные и так далее. Я к тому, что обычный пацан, вот работаешь ты там, пусть, я не знаю, там на доставках где-то, на стройке и так далее, получаешь 30-40 тысяч там. Насобирал ты, купил вот такую жигу. И тебе хочется вот, чтобы она поехала, да. Что сейчас все делают обычно? Берут классику, делают, ставят шестнарь, да. Шестнарь в сегодняшний день в классику стоит поставить, ну, я не знаю, наверное, от 100 тысяч, да. Ну, грубо говоря, хороший мотор. Я сейчас, опять же, внимание, ребят, я сейчас буду говорить цены в моем регионе, я буду говорить те моменты, которые я бы сделал. Не надо мне писать, что да я классику купил за полтинник, поставил там в нее мотор за 20 тысяч, и она у меня валит там турбовые, я не знаю, BMW объезжает там, Мерса и так далее. Не надо, ребят, такое диванные вот эти моменты себе оставьте. Давайте так, по-честному. Вот купил классику, грубо говоря, такая жига сейчас стоит плюс-минус на сегодняшний день, ну, 1200, да. Вот купил ты ее, купил, оформил. Все, купил, оформил на себя, все, все кайф. Мотор. Чисто столбик без генератора и впуска и так далее, и всего подобного. На разборке 126-й мотор хороший, но, опять же, как на разборке купить хороший мотор, я не знаю, но, к примеру, вы договорились с разборщиком, что вы его ставите, меряете компрессию, потом расплачиваетесь. Это 1060. Опять же, ты купил мотор, просто так мотор ты сюда не засунешь, 16. Тебе нужно снять коленвал, проточить коленвал подшипник под выжимной подшипник в коленвале и поставить. Нужен облегченный маховик, который стоит рублей 8. Нужно охлаждение, которое продается, да, на Клуб Турбо в комплекте, но оно стоит где-то пятак. Тебе нужен генератор, тебе нужна коса проводка, короче, умелые руки. Ну, короче, если делать даже это все самому, выхлоп рублей 15-17 выйдет. Если это все делать самому, это 100, 110, 120, ну, во всех регионах по-разному. И вот ты такой, все у тебя классика на шестнаре. Но у тебя 100 лошадей. У тебя просто тупо 100 лошадей, все. Да, она едет лучше восьмиклопа, но это 100 лошадей, это обычный шестнарь. И чтобы его еще доработать, посмотрите у меня в предыдущей серии, вот здесь где-нибудь, я не знаю, перейдите в профиль, посмотрите, как я дорабатывал. Просто тупо 100 к шестнарь, я дорабатывал валы, дросселя и так далее. Мне там 80 тысяч, по-моему, это все село. И при этом, при всем, я не знаю, в каком регионе ты живешь, у тебя 12-5-1, все. На учет ты потом ее не поставишь, но опять же поставишь, но нужно заплатить хорошие бабки. Каждый раз, когда тебя будут останавливать сотрудники ДПС, ты будешь думать, блин, вот сейчас они там у меня это, сейчас они у меня там проверят мотор и так далее. Я не знаю, как у вас, у нас в Краснодарском крае не смотрят моторы. Очень-очень редко, прям очень редко, когда какой-нибудь рейд и там нужны материалы. А так ты можешь ездить смело, спокойно на шестнаре. Но, например, вот в Сочи пацаны пишут, им там тяжело ездить. А узаконить сейчас, вписать шестнарь, у меня на той жиге был вписан шестнарь, это, конечно, кайф, но его вписывал предыдущий владелец, это делал не я. И, по-моему, сейчас вообще вписать нельзя мотор, насколько я знаю, может ошибаюсь, если ошибаюсь, в комментариях напишите. Но мне многие задают вопрос, как вписать, вписать его почти нереально. Вот, при всем при этом, что ты сюда поставил шестнарь, у тебя 12.51, братуха. Так вот, что хочу сделать я, зачем я купил эту жигу? Эта жига, этот проект называется «Убийца шестнарей». Я покажу и докажу всем и себе в первую очередь, что восьмиклоп может ехать. Сейчас открою капот, все покажу, подробнее расскажу. Здесь, по словам владельца бывшего, просто вытащили и установили мотор от Нивы. Но на блоке написано 0.6, мотор в итоге получается шестерочный. Но мотор с капиталки, мотор деланный, мотор едет неплохо, тащит, мне все нравится, все как надо. Так вот, я хочу из этого мотора, из вот этого, сделать едущий и доказать, что этот мотор, альтернатива, да, может ехать лучше сток шестнаря. Опять же, повторюсь, сток шестнаря. Не надо писать уже, как я в телегу там закинул, пару видосов мне пишут. Восьмиклоп никогда не поедет, как шестнарь. Братуха, да ты прав, он не поедет, как шестнарь. Я имею ввиду, чем ставить сюда за 100-110 тысяч сток шестнарь, я покажу альтернативу, как за более дешевую сумму сделать восьмиклоп едущий и избежать каких-то 12-5-1. Даже если тебя остановили за дросселя, за выхлоп, ты можешь всегда снять, поставить назад завод, тебе дается 10 дней. Вернуться в ГАИ, показать, что у тебя завод и назад поставить все эти дросселя и всю эту тему. В любом случае мотор остается стоковый. Я хочу сделать вот такой момент. И вам показать, и многим эта тема интересна, многим тема это заходит. В инсту я закинул просто рилс, он уже там набрал 40-50 тысяч. И вас попрошу просто поставить лайк этому видео, просто написать любой комментарий и там поделиться с другом, сделать репост. Это же все для вас делается. Я в каждом видео буду говорить, я не беру рекламу, никакие ни ставки, ни казино. И вам это не советую. Вообще, где есть легкие деньги, какие-то либо там майнинги, как это все называется, эти эфиры там. Туда вообще не залазьте, ребят, легких денег не бывает. На все надо впахивать. Я эту машину купил за свои личные деньги. Ни с какими магазинами и запчастей я не сотрудничаю. Я все это покупаю сам за свои бабки, чтобы показать вам, как это все делается. Чтобы вы, сидя вечером на диванчике такие, ногу на ногу, кто-то там с бокальчиком пенного, кто-то там со стопочкой и под чипсики, под вкусную закусочку посмотрели видос. Вот. Поэтому вам не тяжело просто зайти, нажать лайк, подписаться на мой канал, потому что у меня 90% моих зрителей смотрят меня без подписки. В чем прикол, я не пойму. Одни и те же зрители заходят постоянно на мой канал, постоянно смотрят мои видео, но не подписаны на меня. Неужели это как-то тяжело или как-то принципиально, не знаю. Просто зайди, нажми подписаться, нажми колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, поставь лайк и напиши комментарий. Ну займет это пусть все секунд 15. А у меня это занимает все месяца и столько нервов. Ладно, подпишись, короче. Вот. Как оказалось, с восьмиклопом немножечко путь сложнее. То есть доработать шестнарь, вот у меня на пятерке, на синий до этого был шестнарь, проще. Потому что многие люди дорабатывают шестнарь, готовых решений намного больше. А вот чтобы доработать восьмиклоп, немножечко проблемно. Но проблемно в чем? Что мало кто этим заморачивается. Опять же, все просто тупо пихают шестнарь и думают, что все, они валят, они ездят, там все, они там самые быстрые. Но нет. Ситуация в стране ухудшается. Все, вот эти 12-5-1 набирают обороты. Сейчас в Адыгее я слышал вообще там за паук и за выхлоп требования пацану моему написали, знакомому. Короче, поэтому хочу собрать восьмиклоп едущий, еще раз повторюсь. Вот. Что будет здесь? Я хочу сделать по этой машине, вот первая серия, это вот как я ее купил сейчас, пригнал и рассказал, что я хочу с ней делать. Во второй серии уже будет непосредственно доработки, потому что сейчас в данный момент запчасти ко мне едут. Едет выхлоп ДК-Про, полностью весь от паука до задней банки. Едет распредвал эстонец плюс-плюс. И едет готовый комплект дросселей, который я заказал у человека. Леха, привет, если ты это смотришь, с Оксая пацан. У него готовое решение есть. Короче, дросселя, левины, блэк-топ с дудками, с рампой, с форсунками. Короче, все полностью готовое решение. Коллектор вот сюда поставил. С косой, с мозгами. Короче, полностью совсем я у него покупаю. Это готовое решение. Вот. Дороговато, да, но зато это вот. Открутил заводской ресивер, то все на место прикрутил. Вал поставил, шестерню поставил. Мозги поставил, выхлоп новый поставил. Отшился и поехал. В общем, по доработкам уже более подробно расскажу в следующей серии, ребят. Буду рассказывать все, что мы будем делать и как. Пока вот хотел поделиться с вами вот такими моментами. Запчасти все заказаны. Все ко мне едет. Как приедет, мы уже отдадим ее тому же парню, который в прошлом, ну, этот, пятерку синюю модел. Витя, тебе привет, брат, я знаю, ты будешь смотреть. Вот. Очень хорошо прошлую пятерку мне сделал. Очень красиво под капотом навел порядок. Ссылки на всех будут в описании в следующей серии. На все запчасти, где что заказать. Потому что у меня инсту и телегу просто порвали. Я выложил скрин выхлопа ДК-Про, что я заказал. Все, люди мне просто побили весь мой инстаграм, телеграм, где, что, как. Ребят, в следующей серии все полностью вам покажу. Где, что заказывал и что делал. В этой серии просто хотел так чуть-чуть показать машину. Данную машину я приобрел за 170 тысяч рублей. Она 2010 года. Да, в ней есть какие-то мелочухи и по внешке, и по салону, что я хочу сделать. Но мы начнем так. Вот первая серия я ее купил. Сейчас вам все рассказал, поделился. Вторая серия будет про доработки мотора. Тупо, больше не про что. Третья серия будет про внешку. Внешний вид, что я хочу по ней сделать. И четвертая серия коснется салона. И машина, в принципе, будет готова. Проект будет готов. В итоге, в конце, когда она будет готова и построена, она поедет так же в розыгрыш, как и остальные мои проекты. Я это не скрываю. Я этим занимаюсь. Я это делаю, ребят. Вот можете посмотреть прошлые мои машины. За 500 рублей человек выиграл. Я не помню, сколько он там. Он 10 билетов купил. За 5000 он забрал дроссельную пятерку мою. С электроусилителем, с приборкой. С шестнарем вписанным. Ну, короче, машину, которую он, по-моему, за 450 тысяч потом перепродал. Ну, то есть, полмиллиона курнул с 5000, ребят. Да, это рандом, это лотерея. Так что, в розыгрышах моих обязательно участвуйте. Когда эта машина будет полностью готова, я все вам расскажу. Как участвовать, что делать, как приобретать билеты и так далее. Пока это мой проект, который будет строиться. Есть у меня много планов по внешнему виду, по салону, по мотору. Но давайте все сделаем поэтапно. Я не хочу, как другие блогеры, называть имен и так далее, которые это растягивают на год. Я вам говорю, будет 4 серии по этой машине. Постараюсь максимально быстро это все сделать. Опять же, вы должны понимать, это не от меня зависит. Это зависит все от мастеров. Насколько мастера это все будут быстро делать, это зависит от очереди. Вот сейчас, к примеру, распредвал ко мне едет. Он у меня будет 4 июня. Дросселя, я не знаю, пацан сегодня должен был отправить. Леха, я ему все оплатил. Дросселя сегодня выезжают. Ну, в принципе, Аксай, Ростов, это не так далеко. Они должны через пару деньков приехать. Выхлоп с Тольятти мне отправляют. Вроде как две недели, где-то числа 8-го, 10-го июня должен быть выхлоп. Все, я ее отдаю. Естественно, будет запил ГБЦ. Естественно, будет облегченный клапан. Но в техническую часть, в подробности, мы в следующей серии залетим. А сегодня вот хотел просто вам вот так рассказать, поделиться. Этот проект называется «Убийца шестнарей». Потом посчитаем все цены. Вот так в столбик выведем, сколько стоит поставить шестнарь. И в столбик выведем, сколько стоит собрать вот такой вот 8-клапанный мотор. Естественно, в этой серии я вам еще отрывочек такой покажу, как мы заедем с моей Грантой. Я буду вот на ней, и водитель будет на моей Гранте. Я вам просто покажу разницу. На Гранте у меня 127-й шестнарь, Гранта Драйв Актив, 22-го года. Она на выхлопе и на прошивке от Денфорс. Едет очень хорошо, плюс-минус как Гранта Спорт. Вот я вам хочу показать разницу. Мы заедем сходу, я буду на ней. Здесь мотор хорошо тащит, и водитель будет на Гранте. Мы зарубимся, я вам покажу. Результат, насколько Гранта будет вдаль уезжать. И потом, когда соберем мотор, еще раз делаем зарубу. Я просто вам покажу, насколько этот мотор может поехать. Короче, вот такие дела. Такой проект решил собрать. Молодежи, очень многим это будет интересно, потому что, еще раз повторюсь, шестнарь в классику засунуть не каждый может. А вот доработать 8-клоп, мне самому интересно. У меня никогда не было доработанного 8-клопа на дросселях и так далее. У меня в основном шестнари. У меня сейчас есть 8-клоп турбо дома, коричневая восьмерка стоит. Но это турбо. Там понятно, турбину прикрутил, надул и поехал. Ну, как это люди, да, говорят. А я хочу сделать именно вот такой путь воина, путь самурая выбрать. Поэтому, ребят, ну, не пожалейте, там, лайк, комментарий, подписку на канал. Не смотрите без подписки. Просто подпишитесь. Я думаю, много контента будет интересного. Сейчас давайте переключимся в тот момент, где мы зарубимся с Грантой. И потом концовочку я вам еще подзапишу. Посмотрите просто разницу, как будет в конце. На данный момент, я думаю, Гранта далеко уедет. Ну, мы сходу там со второй зарубимся, там, с сорока. Я покажу, сколько она уезжает. И потом покажу, как это все поменяется, когда мотор будет уже доработан. Будет очень интересно, ребят. Оставайтесь обязательно. Давайте переключаемся в гонку. И потом концовку вам запишу. Вот сейчас будет заруба. Моя Гранта. Драйв Актив, 22-й год. Шестнарь на чипе от Девбонс от Дениса. И на выхлопе СТТ. И стоковая восьмиклапанная жига. Поехали. Давай. Ага, сюда иди. Ну, не сильно она и уезжает, я вам хочу сказать. Восьмиклап-то тащит. Ну, пару кузовов она уехала, Гранта. Сейчас еще раз попробуем в обратную сторону. Давай, поехали. Сейчас восьмиклап тебе покажет. Сток восьмиклап. Эй. Сюда идем. Да немного она уезжает. Ага. И много уехала. Кузова 2. Вот вам и сытая Гранта. А она хорошо едет. Она едет почти как спорт. Ну, вот я вам примерно показал, как едет сейчас. И покажу, когда соберу мотор, как она поедет. Ну, так вот. Вы посмотрели, да, разницу, как едет Гранта. Она, еще раз повторюсь. У меня на выхлопе СТТ Перформанс, задняя банка, паук, стингер, середина, сток, нулевик. И прошивка от Дениса Дэвбонса. Покупная просто, закидушка. Ну, типа, стендовая. И здесь просто сток восьмиклап. Ну, на кузова 2 она уехала. Ну, почему? Потому что у классики первая, вторая передача сильный нарывок. Если бы мы ехали дальше, там 150, 160, 180, Гранта бы уезжала просто в туман. Вот. Поэтому, как вы видите, наглядная разница кузова полтора, два она уезжает. У меня просто спидометр не работает. Сколько? До скольки мы ехали? До 140, наверное, где-то. Плюс-минус. Вот. Она уже уезжает. И покажу вам разницу, когда соберу мотор. Мы также перезаедем. Посмотрите просто разницу, ребят. Разница будет космос, я уверен. Гранта у меня хорошо едет. Она едет плюс-минус, как стоковый спорт. Вот стоковая Гранта спорт, без всяких там доработок, да. Вот так примерно едет моя Гранта. Мне эта прошивка очень нравится, как она едет. Тут какие-то жвачки поприлипали. Ну да ладно. Вот. Нравится мне, как она едет сейчас. Вот вы посмотрели наглядную разницу. И разницу я вам покажу в конце. Какая будет разница, когда на семерке уже соберу мотор, ребят. Поэтому с вас лайк, подписка, колокольчик, репост другу. Следующая серия будет уже техническая. Как мы отгоним ее к мастеру, как мастер будет все делать. Его тоже попрошу поснимать. Видите, вот такой пацан. Он в прошлых выпусках помогал, снимал. Вот. Полностью углубимся в техническую часть. Когда мне все придут запчасти, я начну уже снимать. Объяснять, что к чему и как. Уже подробно. Вот так, да. Потому что вы просите прям поподробнее, поподробнее. Да. Все будет вот так разложено по полочкам. Все будет подробно максимально. Поэтому, ребят, все. На этом серию мы заканчиваем. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Всех обнял, покружил, поставил. Салам, парейв, кто смотрит. Разные нации, разные люди. Поэтому, ребят, все. В следующей серии, я думаю, будет интересно. Поэтому не пропусти. Сейчас может быть. Сейчас может быть. Попробую напоследок один бюрнаут сделать. Такой мощный. Если получится. Все. Давайте. Пока. Продолжение следует.